Сейчас мы в магнит заскочили. Посмотрите, тут какие блокноты взяли. Интересные. А вот. Я вообще по блокнотам маньяк. У меня тоже столько. Что сейчас для детей только нет? Я пишу все только в блокнотах. Здесь сослучаются. Вам в них верить. Вот русалка. По 99 рублей они. Обычные в клеточку. Обычные. Такие вот. Хамелеон. Всем покажу, будет красиво. На резиночке. 200 рублей. Возвращаемся обратно. В кучу магазинов. Перебывали. Я купила, подсела в последнее время. Вот эти вот палочки буэны. Они сейчас в магните как раз по акции. Вкусняшка вообще невероятная. Вот я вечерком себе читмил, как сейчас модно говорить, позволяю. Вечерком. Я вот этот шоколад не очень, а вот эти прям люблю-люблю. У меня там папа, он хомячит. Их. Мам, как? Очень вкусные. Ну прям серьезно. Прям серьезно. Да? Они прям такие, прям вот такие идеи. Прям зают во рту. Бать, ты что скажешь? Вкусные. Вкусные? Вкуснее, чем мороженое? Ну правда, очень вкусные. Ну, примерно равнозначные. Короче, я сейчас говорю, давайте заедем в кулинарию, возьмем... Кстати, мы сейчас заедем в красное-белое. И там возьмем мороженое. Вот, я говорю, давайте в кулинарию заедем, и говорю, возьмем беляшей хочу. Папка говорит, мне лучше мороженое вместо беляша. Ну ты хочешь беляш? Давай тебе возьмем. Я беляшка хочу. Ну давай возьмем. Свеженький, вкусненький. Где я еще беляшки поем? В наших кулинарийских елей. Сейчас забежала в красное-белое, а ты такое будешь... А еще смотри, сникерс. Вот сейчас сникерс со скидкой 30%. Я взяла 4 штуки, у нас сегодня Никитос еще должен приехать. Каждому по этому взяла, по мороженому. И вот такое вот, кстати, самое любимое, вкусное, прям настоящий пломбир, настоящий запах пломбира, вкус пломбира. В красном-белом. Нет, беляшей уже нету. Будет 3 только. А может быть там есть? Ну там есть, только остановиться. Она говорит, я не знаю, там пожарили или нет. Где там? Ну там, в той кулинарии. А где по пути у нас будет? Где по пути у нас будет? Самая основная кулинария. Блин, жалко. Так беляшек хотела. А я что, если на велосипеде, если что свежее? Не, зачем сейчас остановимся и спросишь, сбегаешь? Все равно на ужин. На ужин есть уже сготовлено. Как-то нам привезут часа в 3. Как тебе мороженка, Бать? Вкусная. Вкусная? На самом деле вкусная. Прям такой у нее вкус настоящего мороженого из советских времен. Там какая-то добавка добавлена, ароматизатор что-то. А мы-то мне когда-то поставим? Там есть мороженое. Там 2... Я 4 сникерса взяла, мороженое сникерс. Мелочь приятна. Скидочка тут такая небольшая у меня. Везде понемножку. Везде понемножечку, да. Я люблю акции всякие, скидки я прям обожаю. Я никогда по полным ценникам ничего практически не беру. Но если сильно захочу, прям вообще не могу, аж прям до трясучки. Либо еще какой-то альтернативы замену. Ой, пап, смотри, аккуратно собака. Видите, до сих пор еще рынок только собирается. А время уже час, наверное, да, мама? Я даже не знаю. У тебя время есть. Если мне телефон только достать. А что мы тогда закрываем? Встречаки встречали. Два сторожа вон каких у нас здесь. Не встречает? Спятная такая. Не встречает. Почему у нас никто не встретякает? А? Почему у нас никто не встретякает? Почему у нас никто не встретякает, зай? Это что это такое? Отцепной, наверное. Не знаю. Сидят такие. Как сильно жарко на улице. Вот еще сон клонит. Обычно, когда не выспишься и поешь на ночь, ой, на ночь, в обед, прям так спать хочется. Сейчас собачке и вису корм. У меня, походу, нет. Это ее. Сейчас насыпешь другая, придется есть. Где-то граммахает. Сейчас спать я хочу. Я легла в два, наверное. Встала в 8.30. То есть 6 часов. Спала 6.5. Смотрите, там громко ремит. И молния, представляете? Вы это видели? Красота. Пойду там в кустах присяду. Посмотрю. Хотя пару минут. Пару минут. Понаблюдаю. Ямы какие-то дыры. У нас же в прошлом году здесь перекопали. В прошлом году здесь... Ой. Ой. Так ремительно. Маме новый костюмчик. Кстати, девчонки спрашивали вещи вот сейчас показывать. Буду это сайт не Василек, а дом трик. Ну, дом трикотажа, наверное, так переводится. Я ссылочку оставляю всегда внизу в инфобоксе к этому видео. Вообще отличнейший. Ну, в общем, наверное, он служит как... Как его, мам, сказать? Вот это наскорее мне даже. Я не хотела, я не хочу, я не помню. Взял потихоньку и понес. Взял потихоньку и понес. Поняла? Вот, смотри. Да, ты постой хотя бы. Покрутись немножечко. Смотрите, его, в принципе, можно одевать как спальный костюм, как пижама. Вот. Он такой симпатичный, дачного варианта. Можно и ходить по огороду, в огород. Можно в гости куда-нибудь поехать. На дачу. Не знаю, в загородный дом. Везде. Везде. Мам спешит. Вот она ковыляет. Сейчас будет красивый выход. Хорошенький. Мне понравилось тем, что он розовый цвет. Мой любимый такой девчачий розовый цвет. Самый симпатичный выбрала ей на сайте. Мы сейчас едем за Никитосом. Уходите. Аккуратно. Настоящий полк. Да. Петух. Короче, про петуха сейчас отец рассказывает. Пока добираемся, я вам расскажу. Значит, Петя упрашивает, ну, самый, который главарь банты, не которого я петушка маленького показывала, а такой взрослый, здоровый петух. Да, вот он у бати всегда выпрашивает семечек. Пару раз клюнет. А как он выпрашивает? Он сначала же должен выпросить. А он подойдет и в корма заглядывает и на руки мне заглядывает в рогу. Заглядывает. Ты идешь за семечками. И вот так. И еще и клюнет за палец меня. Ну, ты идешь за семечками? Да, идут к ним семечками. Он насыпает семечек, идет их выпускает и потом пасет. Сядет и пасет. Ну, следит вроде за ним. И вот таким манером петух выпрашивает у него семечки. И потом он пару раз клюнет, сделает вид и все. Потом курочкам отлетает. И куры же налетают тоже на семечки. Кур налетает и все. И он отходит. А он отходит. Представляете? Вот настоящий мужик, а? Добытчик. Какой? Накормил. Настоящий, ну да. Одно время он так делал. Я в курсе возьму семечек, а он вроде как побаивается меня и вот долбанет так, чтобы у меня рука опустилась и семечки, чтобы рассыпались. Ага. Сильно долбает. Он не сильно, он как-то стрясает. Нервно. Стрясает. Стрясает. Руку мою опускает. Ага. И чтобы мне больно не было, так опускает руку, чтобы семечки сквистить. Ага. Представляете, какие умные? Добытчик такой. Да вообще. Всем бы таких добытчиков жили. Каждой женщине по такому добытчику. И зерно вот насытое в сарае. Не клюет. Ага. Он ждет, когда куры наклюются. Ага. А потом подойдет там несколько раз, долбанет и все. А так он не клюет. Ждет, пока куры наклюются. Там он сверкает, между прочим.